Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 13 ноября, московское время 16.00. И мы начинаем наш регулярный вебинар, посвященный главным мировым событиям, экономическим, политическим, которые влияют сейчас на рынок, будут влиять в ближайшие дни и недели. Вот наш регулярный вебинар, который мы проводим каждый понедельник в 16.00 по московскому времени. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил. Я работаю в компании ИнстаФорекс с аналитиками и преподавателем. Если вы хотите присутствовать в режиме реального времени на вебинаре, вы должны найти сайт нашей компании ИнстаФорекс в интернете, зайти на сайт нашей компании, по поиску найти расписание вебинаров, пройти по ссылке, которая там представлена в этот день в расписании, и вы окажетесь на нашем вебинаре и можете слушать его вживую. Ну или смотреть потом в записи. Итак, понедельник, 13 ноября. Вот перед вами картина главных рынков. В верхней части, в левой части мы видим график евро-доллар. На сегодняшний момент ниже мы видим график американского фондового рынка. И, пожалуй, я думаю, что в первую очередь надо обратить внимание на состояние американского рынка. Два слова. Мы к нему вернемся более подробно в конце нашего разговора. Но сейчас, так сказать, я думаю, что есть смысл на него посмотреть, поскольку американский рынок, вообще говоря, в некотором роде является, так сказать, не только с отражением состояния в американской экономике и на американском рынке, но и, так сказать, отражением вообще состояния в некоторой роде в мировой экономике. Вот это график главного американского фондового индекса S&P 500. Это дневной график. И мы видим, насколько оптимистичным было, так сказать, его закрытие в пятницу. В течение недели, так сказать, было такое, скажем так, некоторое застойно-коррекционное состояние. Но, как мы видим, в пятницу именно на закрытии недели фондовый рынок очень сильно вырос. Все главные индексы выросли более 1%. Наздак вырос даже на 2%. И, хотя и немного, но, так сказать, график главного американского индекса S&P 500 закрылся выше последней из трех ключевых средних. Как видим, вот эти три средних – это 50-дневная средняя, вот это здесь 200-дневная средняя и 100-дневная средняя. Вот все три средних сейчас находятся под, так сказать, индексом, что подчеркивает, что в данный период времени, так сказать, рынок американский находится совершенно точно в состоянии роста. Ну и выше, так сказать, это график евро-доллара. Теперь поговорим о том, что, так сказать, что было главное, что, собственно, происходило на прошлой неделе. Прошлая неделя, на самом деле, была достаточно пустая. Был только отчет, в общем, по занятости в четверг. Он, так сказать, еженедельный отчет по безработице, правильно сказать. Значит, безработица снова вышла, так сказать, примерно на том же уровне – 215-220 тысяч новых заявок на пособие по безработице. И число американцев, которые больше одной недели получают пособие по безработице, тоже находится примерно на одном и том же, так сказать, на той же точке. То есть рынок труда Соединенных Штатов остается довольно сильным местом в американской экономике. Ну, здесь как бы, как в последнее время двояко в связи с тем, что мы находимся в ситуации высокой ставки Федерального резерва, которая находится на отметке 5,25-5,5%, так сказать, высокие проценты, соответственно, рыночные, весьма высокие проценты, процентные ставки. Ставка, например, по 10-летним тренажерис, то есть это вот рыночная процентная ставка, под которой они торгуются, она находится примерно там на уровне 4,7%, высокие ставки. Но и, соответственно, вот каждые данные по рынку труда, они дают, так сказать, двоякое впечатление для рынка, потому что, с одной стороны, для экономики, конечно, хорошо, что рынок труда силен, но, с другой стороны, это не дает, так сказать, рынку возможность как бы настроиться на снижение ставки ФРС. Также мы видели выступление главы Федерального резерва не на регулярной встрече, а на какой-то конференции. Два раза он выступил, и второй раз он четко совершенно выставился по поводу монетарной политики на ближайший период Федерального резерва, где он сказал, что если, например, ФРС решит, что для поддержания, так сказать, финансовой стабильности необходимо еще повысить ставку, то он примет это решение без всяких колебаний. То есть такой в некоторой роде в гистрибинном плане выступил, и вот, собственно, то снижение рынка в четверг, которое хорошо было видно на графике S&P 500, и которое многие заставили подумать, может быть, сейчас начнется новая коррекция, это было связано именно с этим выступлением, на самом деле, Джерома Пауэлла. Но, тем не менее, как видим, в пятницу, так сказать, рынок это настроение преодолел, и, в общем, закрылся наверху. Это, собственно, все, что было из скудных новостей, так сказать, на прошлой неделе, что на этой неделе нас ждет, эта неделя будет посвящена инфляции. Во вторник и в четверг мы увидим, так сказать, отчеты по инфляции в Соединенных Штатах. Во вторник выйдет самое важное, инфляция CPI за предыдущий, за октябрь месяц, а в четверг выйдет инфляция PPI. И в четверг выйдет стандартная занятость. Это, в принципе, будут главные новости на этой неделе экономические, но в центре внимания будут, на самом деле, политические события, потому что будет очень важное событие, главное не только недели, но и как бы месяца, а может быть и нескольких месяцев, значит, намечен визит на высшем уровне лидера Китая Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты и встреча его с Байденом. Значит, визит начнется завтра, 14-го числа, во вторник, и встреча с Си и Байденом намечена на пятницу, простите, на среду, то есть на следующий день, то есть 15-го числа. 15-го числа все, так сказать, все будут смотреть, все будут смотреть на сообщения. Это сложно, и на самом деле визит, потому что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на достаточно низком уровне. Я бы сказал, что довольно рекордно низком по сравнению с предыдущими десятилетиями, потому что и с конца 70-х годов еще при Дэн Сяопине началось, так сказать, движение к сотрудничеству, так сказать, улучшение отношений США и Китая. И тогда это, в общем, продолжалось, ну, фактически, ну, грубо говоря, с 80-го года, то есть это 40 лет. Но последние годы, в связи с тем, что Китай набрал очень большую экономическую мощь, при этом, так сказать, очень сильно нарастил военную мощь, политическую мощь, Соединенные Штаты стали воспринимать Китай не столько, как удобного экономического партнера, туда можно вложить деньги, где можно разместить производство, так сказать, и это было очень высокая степень сотрудничества, очень выгодное, конечно, обеим странам, да, так сказать, не только Соединенным Штатам, но и Китаю это было очень выгодно, вот. Но, тем не менее, так сказать, Соединенные Штаты все больше стали воспринимать Китай как конкурента, но и, в общем, как угрозу. В чем состоит угроза? Дело в том, что Китай все более жестко проявлял свои, так сказать, военно-политические амбиции. В первую очередь Китай хочет, так сказать, контролировать все процессы в своем географическом окружении, то есть это Юго-Восточная Азия, так сказать, испытывают, как бы, опасения по этому поводу находящиеся в регионе союзники Соединенных Штатов, это Япония и Южная Корея, конечно, в первую очередь. И главное, так сказать, это вот сейчас, что на поверхности лежит, это, так сказать, проблема Тайваня. Китай, как известно, хочет, так сказать, полностью поставить под свой контроль Тайвань, а Тайвань, так сказать, придерживаясь тоже концепции, что, так сказать, это тоже Китай, то есть одна страна, две системы. Тайвань совершенно не собирается, так сказать, сдаваться Китаю, там тоже есть разные настроения, есть партия Гоминьдана на Тайване, которая хотела бы более, так сказать, тесного сотрудничества с материком Китаем, но сейчас у вас находится партия, которая категорически не хочет сдаваться, да, а у Соединенных Штатов есть обязательство, так сказать, не допустить военным способом присоединения Тайвань. И Соединенные Штаты неоднократно говорили, что они готовы, так сказать, всей своей военной силой Тайвань защищать. Это, разумеется, не нравится товарищу Си. И, так сказать, причем, в общем-то, по доступной информации, товарищ Си, так сказать, на съезде коммунистической партии Китая обещал своим, значит, соратникам, что он решит проблему Тайваня. То есть он, в общем, это обещал. Вот. И в прошлый раз, значит, довольно давно, но на последней встрече личной товарища Си и Байдена они договорились практически по всем вопросам, по торговым и по прочим, но остался вопрос, по Тайваню не было достигнуто никакой договоренности. То есть отношения остались очень холодными. Соединенные Штаты ужесточают контроль за передачей Китаю новейших технологий, в первую очередь, так сказать, микроэлектроники. И, как бы, ну, это идет практически на уровне запрета. То есть запрещается, так сказать, передача каких-то технологий, какой-то передачи оборудования, какое-то, так сказать, промышленное сотрудничество. Китаю это очень не нравится, потому что это, разумеется, так сказать, наиболее чувствительная сфера, в том числе связанная, конечно, с обороной отраслью. В общем, отношения далеко, так сказать, не лучшие. Поэтому все сейчас будут смотреть, ну, и в связи, так сказать, с военными конфликтами, вот, в частности, например, самый последний конфликт, который начался 7 октября, вот месяц уже практически с небольшим прошел, это конфликт на Ближнем Востоке, война, так сказать, которую начал Хамас против Израиля. Значит, что там сейчас происходит, так сказать, в этой самой горячей точке? В принципе, дело идет, как бы, развивается в некотором смысле позитивно. Значит, Израиль начал, несмотря на огромное количество, так сказать, возмущений, Израиль начал наземную операцию против Хамаса. Значит, сектор газа, который находился под контролем Хамаса, Израиль разрезал на две части. Чуть меньшая часть, это северная часть сектора газа, вместе, собственно, со столицей, с городом Газа. И, так сказать, там главный очаг организации Хамас полностью перерезал, так сказать, на две части сектор Израиль. Но отмечу, что Израиль каждый день предоставлял вот в последние дни довольно давно уже, так сказать, гуманитарный коридор в течение четырех часов. Дорогу между, открывал между северным и юным, чтобы мирное население могло выйти. И довольно много там, много десятков тысяч мирных палестинцев, так сказать, вышли из северной части в южную часть. То есть, гуманитарная помощь, так или иначе, доставляется в южную часть. Вот. Израиль наносит, конечно, основную часть ударов в северной части. То есть, разрушает все объекты, связанные с Хамасом, уничтожает, так сказать, террористов, уничтожает их военные базы, тоннели. Так сказать, все, в принципе, все идет довольно эффективно. Последние сообщения были, вчерашним днем поступило сообщение, что израильская армия вышла в самый центр города Газы. То есть, на главную их площадь. И, возможно, теперь уничтожение террористов пойдет, так сказать, более существенным темпом. Главная проблема, которая беспокоила мировые рынки, под влиянием чего они, так сказать, снизились, было опасение, что не начнется ли в регионе вообще совсем большая война. То есть, не вступит ли Иран в войну против Израиля, не вступит ли, так сказать, Хизбалла в полную силу. Это иранские прокси, которые существенно сильнее, чем Хамас. У них гораздо больше ракеток, гораздо больше боевиков. Они базируются в Ливане, на северной границе Израиля. Но пока на данный момент мы видим, что несмотря на то, что Хизбалла даже с территории Ливана усиливает обстрелы, и сегодня были постоянные обстрелы, в последние дни идут обстрелы приграничных населенных пунктов к Ливану на северной части Израиля. Но пока мы видим, что Хизбалла явно не готова, так сказать, начинать наземное вторжение, потому что они понимают, что прямое боестолгновение с израильской армией будет стоить им очень больно, и не только, так сказать, тем, кто пойдет вперед, а Израиль будет тогда выносить воздушными ударами всю их инфраструктуру в Ливане. Ну, значит, ничтожит полностью все. Значит, американские две крупных авианосных группы стоят непосредственно около морских границ, так сказать, Израиля, для того, чтобы при необходимости оказать поддержку. Ну, и Иран ведет себя очень, как бы, спокойно. Он, значит, обрушивается с руганью, так сказать, на Израиль, но напрямую в войну не вступает. Его, так сказать, еще одни прокси, которые находятся в Сирии, они атаковали американские базы, но в ответ американские военные силы нанесли несколько ударов по, так сказать, по базам этих сирийских сторонников Ирана, и еще раз предупредили, они несколько раз уже громко и публично предупредили Иран, так сказать, чтобы он не вмешивался в это событие, потому что иначе, так сказать, Соединенные Штаты вынуждены будут, так сказать, давать ответ военный Ирану. Вот пока в такой ситуации. То есть, вроде как бы конфликт, так сказать, сейчас меньше стало шансов, что он развернется дальше, а этот конфликт относительно скоро должен закончиться. Поэтому, как бы, вот, рынки настроены на позитивное развитие событий. Вот. Ну и теперь непосредственно по состоянию вот американского рынка. Еще раз я скажу, вот это график основной индекс S&P 500. Мы видим, что была, значит, глубокая коррекция, коррекция в этом году, значит, вот был максимум достигнут 27 июля, так сказать, снизились мы до минимума 27 октября, но с 27 октября вот начался рост очень приличный. Вот. И, так сказать, сейчас мы стоим ближе, как бы, вот к верху, как бы этого текущего диапазона. Есть все, так сказать, основания предполагать, что вполне возможно это рост, который продолжится, скорее всего, даже до конца года. И если мы посмотрим на более, как бы, длинный график, вот, например, недельный график, да, вот здесь вся вот коррекция видна, да, то я бы не исключил такого варианта, что мы до конца года можем увидеть индекс S&P 500 даже где-то около исторических максимумов, которые были показаны в самом начале, в первых числах января 2022 года. То есть, буквально вот в первый торговый день, откуда началась, так сказать, эта вот глубокая коррекция. Но, по крайней мере, очень много шансов, что мы увидим повторение максимума вот этого 23 июля. Вот. Ну и потом дальше будет какое-то продолжение. Вот я, как бы, так вижу эту картинку. То есть, мы находимся, несомненно, в состоянии роста. Что касается европейской валюты, да, вот евро-доллара, здесь это вот график H4, вот. Здесь, в принципе, тоже, видите, вот было очень большое долгое снижение, которое началось, грубо говоря, где-то тоже 20 июля. Примерно в то же время началось это 20 июля снижение. Был минимум показан 4 октября. Потом еще раз была попытка зайти на минимум 2 ноября. Но со 2 ноября все-таки вот начался так или иначе рост. Поэтому я бы интерпретировал, несмотря на то, что не такой совсем бодрый вид у евро-доллара, и он как бы снижается, я бы все равно интерпретировал, как, так сказать, возможно, это продолжение наверх. Сейчас мы, как мы и видим, буквально, так сказать, перед новостями, перед открытием американского рынка идет некоторое снижение. Но я бы все равно считал, что больше вероятностью видеть, так сказать, движение наверх, в сторону 1.12. Ну и вот сейчас картинка немножко изменилась, да? Если у вас как бы нету сейчас позиций, то можно не пытаться, например, покупать прямо сейчас для того, чтобы, так сказать, пропустить еще какое-то снижение. Но сейчас вот можно, например, на максимум сегодняшнего дня поставить ордер на пробой. То есть это на 1.07. Вот на, так сказать, 1.07, 1.0705 можно вот туда поставить ордерок на покупку. Просто какой смысл, допустим, не сейчас по 0.670 купить, а на 30 пунктов лучше, казалось бы. Но дело в том, что если цена, например, сейчас провалится вниз, что никогда нельзя полностью исключать, то, возможно, тогда сформируется какая-то, так сказать, новая небольшая макушка с более привлекательной ценой. То есть мы тогда это пропустим. Нам не нужно будет стоп, например, грешний брать. Ну, а если вы уже стоите в покупке, то я думаю, что вот стоп где-то разумно 1.0630. То есть дальше не стоит, как быть, ну, где-то 1.0630, если тогда дойдет, то, может быть, стоит подождать. А может быть сейчас вот этот небольшой клевок вниз, и вот, наверное, дальше пойдет. Ну, вот, как бы, это самое, я рассказал вам о перспективах на эту неделю, вот, рассказал, так сказать, про степующее состояние рынка. В целом ситуация достаточно спокойная на рынке, я бы так сказал. Вот, поэтому, как бы, на этом, я думаю, мы завершим наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам за внимание. И каждый понедельник в 16.00 московное время, если это не какой-то большой праздник, то заходите, будем с вами обсуждать дальше текущую ситуацию. Спасибо за внимание и до свидания.